У вас больничный будет. До этого времени вам надо будет заново показаться клору и уже прийти сюда на прием. Жительница Мамадыша Инна Садыкова почувствовала недомогание еще 22 ноября. К высокой температуре, сухому кашлю и слабости добавилось и высокое давление. Девушка считает, что заразилась гриппом на работе, так как тесно работает с людьми. Я первый раз скорую вызывала, потом после обеда скорую вызывала, когда плохо стало. После обеда, ближе к вечеру, врач сама уже приехала, потому что было давление высокое, температура высокая. И там уже больничный открыл. В этом году врачи ожидают активизацию штамма H1N1, в народе называемого свиной грипп. Это тяжелый вид заболевания, при котором могут возникнуть серьезные осложнения, как и при ковиде. Поэтому медика рекомендует пройти вакцинацию против гриппа. Очень серьезное поражение легких может наступить при поражении вирусом гриппа. Такая же вирусная пневмония развивается в тяжелом последствии. Грипп опасен, в том числе и для детей, в отличие от ковида. То есть грипп наиболее чаще вызывает тяжелые формы, в том числе с вирусными пневмониями, как раз для детей. Ожидаемый штамм H1N1 содержится в вакцине, то есть защита от этого штамма будет присутствовать. На сегодняшний день прививочный кабинет Мадышской ЦРБ работает в штатном режиме с 8 утра до 15.00. Вакцинироваться от гриппа приходит порядка 10 помадышцев в день. Прежде проходит обследование в кабинете до врачебного осмотра. Также здесь продолжается вакцинация и от ковида. Ковид сейчас случаи наблюдаются, но не так много. То есть, скажем так, очередной подъем заболевания, если мы прошли, где-то месяц назад был подъем, довольно-таки, ну не тяжелая форма в основном. Сейчас наблюдаем единичные случаи, все равно еженедельно один-два случаи мы выявляем по-прежнему. Формы в основном легкие. Чтобы избежать заражения сезонным гриппом и штаммом H1N1, нужно соблюдать гигиену, чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение. А если все же заболели, необходимо срочно вызвать врача на дом, соблюдать постельный режим, пить побольше жидкости. Но лучшая защита от этих заболеваний – своевременная вакцинация. Фаузия Нургалимова, Алмаз Камалеев, Эль Шихудинов. Новости Татарстана.